Всем привет и добро пожаловать снова на мой канал. Для тех, кто к нам недавно присоединился, не знают, кто я, меня зовут Женя, Евген, поэтому добро пожаловать. У меня, как всегда, для вас новый выпуск и вы знаете, что с ним делать, посмотреть от начала до конца и, конечно, насладиться, получить удовольствие, прокомментировать и быть подписанным на мой канал, а также в процессе оставляйте комментарии и не забывайте лайк, сердечко в подубайку, это очень важно. Я вам всем желаю хорошего настроения, прекрасного самочувствия, приятного просмотра, погнали по новостям. А начну я с Андрея Макаревича, дело в том, что тут, я так понимаю, недавно его развели пранки, якобы как будто подставной Зеленский ему звонил, и он, значит, давал свои комментарии, он подумал, что это настоящий президент Украины Зеленский, он заявил, что с первого дня ждет победы Украины, и когда это случится, он готов приехать в Украину, дать большой концерт в честь победы. Ну и, в общем, он будет очень-очень рад, собственно, я вам включу, послушайте его комментарии. Ну и вот сейчас его проверят на экстремизм, и будут у него новые очередные проблемы. Слушаем прямую речь Андрея Макаревича и комментируем, а мы двигаемся дальше. В первый день победы вашей, если позовут, разумеется, я с удовольствием приеду, и мы устроим бешеный концерт. Владимир, я желаю вам тройного здоровья, я пытался себе представить, какая на вас каждый день и каждую ночь ложится нагрузка, я не смог, я не представляю себе, что это такое. В общем, я вам желаю все это выдержать и сдюжить, и всех их победить. Суд Киркорова против Успенской уже стартовал. На кону, напомню, 10 миллионов, и, как говорится, репутация, если это вообще возможно, Филиппа Киркорова. Как вы знаете или не знаете, Успенская его обвинила в том, что он женоненавистник. Ну и, в общем, он решил отстаивать свою честь и достоинство в суде. А адвокат его Добровинский. И вот что Добровинский пишет. Сегодня было первое слушание по делу Филиппа Киркорова против Любы Успенской. То, что говорила представительница американской гражданки Успенской на протяжении нескольких месяцев по поводу того, что суд с Киркоровым ее доверителя не интересует и ходить на суд никто не собирается, оказалось ложью. Елена Сенина пришла сегодня на суд и заявила, что к суду не подготовлена, просила перенести слушание, но суд выслушал и начал заседание. Так как возразить противной стороне нечего, то все доводы сводятся голой вечеринке и ситуация в стране. Но голая вечеринка была после интервью Успенской, в котором она наговорила гадости про моего доверителя. А ситуация в стране, во-первых, не запрещает судиться, во-вторых, это не повод оскорблять людей. Так что продолжение следует. Суды начались. И мы узнаем, кто кому будет платить эти деньги. А вообще, конечно, я думаю, что и Успенской, и Киркорову нужно успокоиться. Честь и достоинство ходили рядом и никогда не пересекались в жизни этих людей. Мое субъективное мнение, с которым вы, конечно, можете не соглашаться, напишите, а мы двигаемся дальше. Дженнифер Лопес недавно прокомментировала свою резкую худобум. Как вы знаете, на Мэтт Галлана появилась в прекрасной, шикарной форме. Все обратили внимание на то, что она очень сильно похудела. Хотя, в принципе, она никогда и не была прям какой-то полной женщиной с лишним прям каким-то весом. Она называет свою форму боевой и говорит, что такой тоща еще никогда в жизни не была. И вот что значит она сказала, что потеряла вес она на съемках в музыкальном фильме «Поцелуй женщины-паука». Процесс, включающий многочасовые танцы, каждый день был слишком узнуряющим. Но еще и плюс подготовка к мировому туру. Вот, собственно, она поэтому и похудела. Но многие утверждают, что нет, 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 как обычно, это тот волшебный препарат, благодаря которому все худеют. Не знаю, так это или нет, в любом случае Дженнифер Лопес в шикарной форме. И пусть у нее все будет прекрасно. Яна Поплавская прошлась по каналу НТВ из-за того, что они в своей программе снова зовут Александра Реву, Филиппа Киркорова, Анвалиду и так далее. Она отказывается появляться в эфире НТВ, чтобы не мелькать на одном экране с такими предателями и нехорошими людьми, как я уже перечислил. Цитирую Яну Поплавскую. Я не хочу и не буду в эфире канала, который собрал в своем эфире короля пернатых, пирожка предателя Донбасса и певицы-любительницы показать трусы. Причем анонсы этого говна нам суют в глаза каждые 10 минут в рекламных блоках и межпрограммке. Мне искренне жаль талантливых ребят, журналистов с дипломами, с сумасшедшим опытом, которые оказались смешаны с этой погонью в одном эфире. Мне кажется, что вам, ребята, пора все высказывать руководству. На одной чаще весов вы достойны образованные и опытные журналисты, на другой позорный шоу-бизнес. Яна Поплавская против и она бойкотирует. Она не ходит на НТВ, но я не знаю даже как теперь люди там это все переживут. Что думаете вы, пишите. Анастейша Волочкова снова давала интервью очень интересному персонажу. Видимо, ее новая подруга, она, конечно, умеет себе выбирать друзей. То Джигурда, то банщик, которого уже нет. Вот теперь эта интересная девушка, женщина, не знаю, кто это, но неважно. В общем, Волочкову спросили про алкозависимость. Она ответила, сказала, в общем, давайте так. Я не буду повторять, потому что так, как говорит Анастейша, лучше никто не скажет. Я вам включу прямую речь самой Анастейши Волочковой, вы послушайте. И, конечно, прокомментируйте. Ну, а если коротко, что вы к ней пристали? Она не пьет, и все у нее прекрасно, а вы просто завистники. Есть чем крыть, послушай, тебе кто-то написал, вот ты живешь на уровне быдла, понимаешь, а я живу на уровне ипостаси высоты творческого характера, понимаешь. Я на сцене живу, а ты вот в этой хуйне своей. А ты мне задаешь вопросы по поводу какой-то фигни. Хорошо, что-то про меня написали, этиловый спирт или что-то еще. Мои золотые, идите нахер, просто вы сами займитесь своей жизнью. Вы моей жизнью живете, знаете почему? Потому что моя интересная. Но она интересная, это правда. Она ярче, она красивее. У меня зрители, понимаешь. У тебя зрители, вот ты взяла сейчас, три камеры поставила, а если убрать эти три камеры, ты кому будешь интересна? Никому. Им хочется узнать правду. Вот я когда говорю правду, легче сказать, вот она выпила там лишний бокал Просека, а я его вообще не пью. Я не пью алкоголь вообще. А людям интересно сказать, что да, правду можно сказать только под бокалом Просека. Послушай, ты говоришь, эти люди, кто эти люди? Это хуй на блюде, а не люди, ты понимаешь? Это из разряда тех друзей, которых за хуй и в музее. Я говорю тебе на полном серьезе. Ты не считаешь себя именно в плане алкоголя зависимым человеком? У меня нет алкоголя в жизни и нет зависимости от алкоголя. У меня есть зависимость от творчества. Константин Меладзе потерял на своем бизнесе почти полмиллиарда рублей. После того, как он покинул Россию, его дела говорят, что не очень хорошо идут. Ну и как сообщают СМИ, оставшаяся в России компания Меладзе Мьюзик в 2023 году заработала всего 19 миллионов, хотя до этого годовая прибыль составляла 500. Ну я не знаю, так ли это на самом деле, точно я не буду переживать про Константина Меладзе. У него там все на мази, у него все прекрасно и замечательно. Так что денег у него хватит. Если там какая-то компания не заработала, это не значит, что он не зарабатывает и бедствует. Поэтому не знаю, почему так все засуетились и запереживали. Уж поверьте, думать про Константина Меладзе и про его достатки не стоит. У него достаточно денег на всю прекрасную жизнь. И ему, и его детям, и внукам, и всем там хватит. Мадонна посвятила очень трогательный пост покойной маме и своим детям. Она говорит, что материнство – это страдания, которые она ни на что бы не променяла. Сама, если вы вдруг не знаете, Мадонна потеряла маму в возрасте 5 лет. И вот что она написала. Я стояла на сцене во время 81 шоу. Глядя на красивое лицо своей мамы и думала, что же чувствовала она, пока махала мне на прощании из окна больницы. Я вышла и закрыла дверь, не зная, что вижу ее в последний раз. Никто не говорил мне, что она умирает. Я просто видела, как она распадается таинственным образом. А потом она исчезла. И этому не было объяснений. Кроме того, что она уснула, что объясняет мои беспокойные отношения со сном. Сегодня ночью мои дети спят под одной крышей, что редко и успокаивает. Они растут слишком быстро и разворачиваются в разные стороны. И да, мне трудно их отпускать. Это очень трогательно. Я прекрасно понимаю, да, когда сложно расставаться. Ну, не то, что расставаться, но просто понимать, что ваши дети выросли. И они уже отдельные личности, которые создают самостоятельную, автономную жизнь. Но при этом, конечно, мама никуда не денется. Мама это навсегда. Это родной и близкий человек, так же, как и папа. Дай бог, чтоб так было. Но жизнь, она такая. Да, ребята. Расставаться, отпускать очень-очень сложно. Никас Сафронов изменил завещание. Основную часть своих денег – это квартира, книги, картины. Все свое богатство она ставит государству. Вот так вот он решил. И вот почему. Цитирую. Пикассо, когда ушел, три института распределяли его наследство. А Шагал все разделил при жизни. У меня почти пополам. С одной стороны, я написал завещание, с другой – хочу, чтобы квартира досталась городу. Это вопрос сохранения наследия. Вот так вот он решил. Я не знаю, как его там родственники и дети к этому отнесутся. Блогер Лерчик на связи. Она тут недавно, как вы знаете, плакала и страдала. Говорила, что она работает в ноль из-за того, что приходится постоянно погашать все эти сумасшедшие суммы по налогам. И вот она уже счастливо улыбается. Значит, она начала продавать БАДы для жиросжигания. В общем, тема похудения, как вы видите, сегодня только набирает обороты. Все массово пытаются быть стройными. В этом нет ничего плохого. Каждый своим способом. Вот вам новые БАДы для жиросжигания. Я не знаю, насколько они, конечно, реально работают или нет, но вот Лерчик рекламирует. Актриса Ингиборга Дабкунайте оказывается числится в должниках налоговой. СМИ пишут, что она задолжала где-то 547 тысяч рублей. Я вам напомню, что Ингиборга Дабкунайте покинула Россию после того, как началась полномасштабная война в Украине. И тогда она сказала то, что я не уехала раньше, ошибка, и у меня нет для себя оправданий. Но хочу заметить, что о ней практически никто не говорит. Вы помните, травят кого-то? Пугачеву, Макаревича, Чулпан Хаматову, это вот Галкин, это основные такие хедлайнеры. А про Ингиборгу Дабкунайте практически ни слова. Раз я уже заговорил про Аллу Пугачеву, она выпустила новую песню. Называется она «Ложный стыд». Ложный стыд, поэтому, ребята, все поклонники Аллы Пугачевой, вы можете насладиться. Возможно, уже послушали. Как вы видите, Алла Пугачева потихонечку, иногда с какой-то периодичностью, все-таки выпускает песни. Наверное, что-то, вот знаете, болит ей, и она хочет таким образом высказаться. Если не через посты свои, как она пытается достучаться до многих людей, то, возможно, через песни. А может быть, я ошибаюсь, не знаю. Что думаете вы, напишите, пожалуйста. Стив Бушеми стал жертвой ничем не спровоцированного нападения в родном Нью-Йорке. Ему 66 лет, он актер. Он прогуливался по набережной в районе Третьей Авеню, когда к нему подошел некий крепкий мужик, и ни слова не говоря, просто врезал ему по лицу. Его доставили в больницу с отеком лица и заплывшим левым глазом. The New York Post говорит, что в марте подобное случилось с коллегой по сериалу «Подпольная империя» Майклом Стулбергом в Нью-Йоркском Верхнем Истсайде. Некто тоже подошел к нему сзади и тоже камнем по затылку. Это что, ненормальное. Мало того, нападение на Бушеми полиция преподнесла как одно из последних неспровоцированных нападений в пяти районах Нью-Йорка. В общем, вот такое вот происходит в Нью-Йорке, когда ты просто гуляешь, а к тебе может подойти непонятный какой-то неадекватный человек и ни за что на тебя наброситься. Хотя я прекрасно понимаю, что такое может произойти где угодно, особенно сейчас, в такое время, в которое мы с вами сейчас пребываем. Я почему всегда и призываю быть человеком, потому что посмотрите, что происходит. Все эти новости, события, которые муссируются, форсируются по всем телеэкранам, по всяким пабликам, новостным изданиям, все делается для того, чтобы люди просто, мне кажется, сошли с ума окончательно. Их просто поглотила вот эта агрессия, ненависть, и они уже просто забыли, кто они, и начинали друг на друга кидаться, вот честное слово. Потому что другого объяснения у меня нет. Я не вижу ничего со стороны вот тех, кто владеет всеми этими возможными ресурсами для того, чтобы как-то успокаивать, уносить какую-то хорошую повестку дня, ну что-то светлое нести, несется какая-то чернуха отовсюду. Люди настолько уже стали агрессивными, даже на моем канале, где я абсолютно максимально по-доброму, спокойно пытаюсь преподносить эти даже самые ужасные новости, не переходя на личности. И порой очень сложно приходится, и мне, потому что, когда я говорю о некоторых максимально неприятных людях, но я все равно стараюсь это делать, ну не то чтобы объективно, а спокойно, спокойно по-доброму. И здесь тоже прилетают, и сюда они заходят. Короче, ребята, нам нужно держаться, нам нужно помнить, кто мы, иначе вот это безумие, оно захлестнет весь мир. Мне кажется, уже это происходит постепенно, но если мы будем в этом активно принимать участие, мы станем такими же. И к чему это все приведет? К чему? Что это будет? Голодные игры? Как в фильме? Вот это вот хотят, что ли? Я не понимаю. Оказывается, представительница от Украины Джерри Хейл и Алена Алена хотели на Евровидение песню не Тереза Мария, а Подуляночка. У них была еще одна песня Подуляночка, я ее, кстати, послушал, и вы можете послушать. Они выбирали между двумя этими песнями. Изначально они акцент делали на Подуляночке, но потом все-таки выбрали Тереза Мария. Да, я знаю, что у многих много вопросов по поводу именно матери Терезы, потому что, ну, сомнительный персонаж с такой историей. Мы не будем в это все углубляться. Я думаю, что девушки, когда создавали эту песню, они, наверное, что-то совсем, ну, не наверное, они точно вносили совсем другой смысл. В любом случае, для тех, кто не в курсе, они заняли третье место абсолютно заслуженно. Мы их с этим поздравляем. А для тех, кто желает послушать песню Подуляночка, послушайте и напишите, с какой же песней должны были ехать Алена Алена и Джерри Хейл. Правильно они выбор сделали или нет. Я вот послушал одну и вторую песню, и все-таки, мне кажется, верное решение было, что они взяли Терезу Марию. Юлия Санина и команда Евровидения 2023, все, кто в этом принимал участие, получили одну из престижных телегнаград мира. BAFTA Television Awards. Представляете, номинировалась вся команда ведущих Евровидения в прошлом году. Как вы знаете, в прошлом году Евровидение было в Лондоне от имени Украины. Юлия Санина, солистка группы The Heart Case, была одной из ведущих. И вот они получили эту премию, с чем мы поздравляем всю команду, включая Юлию Санину с этой победой. Ну а многих по-прежнему интересует, где ее вся группа мужского в составе и где ее муж. Это все, что интересует большинство людей на данный момент. Но мы все с вами все прекрасно понимаем, и маленькие дети. Шотландец Кейр Джонстон, автор той самой знаменитой фотографии с синего-черного платья. Помните, была эта история, все спорили, какого же цвета это платье. И вот недавно этот автор этого фото признался в домашнем насилии над своей супругой. Платье стало вирусным еще в 2015 году, благодаря цветовой иллюзии, за которой часть людей видела платье синим, часть золотым, кто-то еще каким-то. Платье принадлежит свекрови этого мужчине, она надевала его на свадьбу. В прошлом году его обвинили в регулярных избиениях жены и тотальном контроле над ней на протяжении 11 лет. Высший уголовный суд Шотландии вынесет приговор ему 6 июня. Вот так, ребята. Вот такие вот неожиданные истории у нас скрываются, казалось бы, за такой. Интересная фотография, о которой говорили во всем мире. Оказывается, автор этой фото еще тот неадекват. Это невозможно. Еще раз говорю, бегите от таких мужчин. Бегите, бегите сразу. Первый человек, которому пересадили свиную почку, к сожалению, умер спустя 2 месяца после этой операции. Ему 62 года, его звали Ричард Слейман. Он пережил трансплантацию в марте в больнице Массачусетса. Хирурги давали гарантию на почку 2 года. Признаков того, что он умер из-за последствий операции нет. По крайней мере, так пишут американские СМИ со ссылкой на медицинское данное учреждение. Слейман был первым живым человеком, прошедшим через процедуру ксенотрансплантации. Ранее в качестве эксперимента свиньи почки трансплантировали рецепиентом с мертвым мозгом. Вот, к сожалению, в общем, его не стало. По какой причине? Ну, нам, наверное, вряд ли скажут правду. Бритни Спирс, оказывается, уже 2 недели ходит со сломанной ногой и вообще не планирует и не хочет обращаться к врачам. И это, конечно, страшно. Она заявила, что хочет проверить, сможет ли ее тело исцелиться самостоятельно. И вот, что она пишет. Они всегда говорили, что все может зажить само по себе, но есть огромный шанс, что нога сломается снова. Я соглашалась на операции и после них было еще больнее, поэтому на этот раз я упрямлюсь. Вот так она сказала. Очень грустно и печально наблюдать за жизнью Бритни Спирс. Для кого-то это весело и забавно. Я вижу, как огромное количество людей на это реагирует. Мне вообще не весело. Мне грустно. Очень-очень жаль, что она не справилась. Ее психика не выдержала. Сложная судьба. Хотя кто-то скажет опять, ой, что ты ее жалеешь? У нее миллионы. Еще раз говорю. У вас могут быть миллиарды. Но когда у вас ментальное здоровье не работает, когда его нет, когда у вас просто здоровья нет, когда вы одиноки, ваши миллиарды, но они вам дадут возможность накупить еще, не знаю, там, 150 гардеробов себе создать, не знаю, 3 миллиона машин. Но это не то. Потому что, мне кажется, все самое важное в жизни каждого человека, оно бесплатно. Это любить. Это получать эмоции. Они абсолютно бесплатные, понимаете? Когда ты любишь, когда любят тебя, когда ты здоров, это прекрасно. Ну, в общем, ребят, как-то так. Так, а теперь перенесемся на конкурсы красоты. В Штатах случилось что-то непонятное. Мисс США и юная мисс США впервые в истории отказались от своих корон и подали подставку. Сначала ушла взрослая мисс Ноэлли Войт, заявив, что дирекция конкурса довела ее до психоза, издевательствами и домогательствами. При этом в ее посте фанаты нашли скрытое послание. Сложив в слове первые буквы предложений, получилось, меня заставляют молчать. Спустя сутки аналогичное заявление поступило от юной мисс Умы София Шривастова. Та объявила, что ценности конкурса больше не соответствуют ее идеалам. А вишенкой на торте стало увольнение пиарщицы этого конкурса, которое поддержало этих королев, которые ушли в отставку. Теперь американцы ломают голову, что там происходит, что там творится в этой дирекции мисс США. И похоже, что, ну как вы знаете, рыба гниет с головы, но чистят ее почему-то всегда с хвоста. И выяснилось, что директор конкурса Лейла Роуз вообще неадекватно, так, по крайней мере, это все преподносит, не дает денег, на всем экономит. Юная мисс пришлось носить сломанную корону, потому что депозиты пустые. Страдает нарциссизмом, строит из себя мать Терезу, а на самом деле та еще нехорошая особь, ну вот скажем так. Ну и похоже, ящик Пандоры в сфере конкурсов красоты распахнется с минуты на минуту. Шокирующие отставки двух мисс в США, это только верхушка айсберга. Об этом, по крайней мере, заявляют СМИ американские. Это правда хотя бы потому, что обе королевы в отставке пока связаны жесткими договорами, а не разглашений, которые пытаются оспорить. И если девушки заговорят, то начнутся новые проблемы, и мы много чего узнаем. Тем временем, дирекция американского конкурса красоты делает вид, что все отлично, все замечательно. Уже и новую мисс США короновали, ей стала мисс Гавайи Савана Янкевич. В общем, девушки хотят что-то нам рассказать, ребята. Ну я предполагаю, что там, конечно, было. Все мы с вами прекрасно понимаем, что за каждым этим конкурсом красоты происходит какое-то безумие. И столько грязи, что все это тоже очень грустно и печально наблюдали. Полина Гагарина недавно давала интервью. Давайте так, мы не будем детально обо всем тут рассказывать. Так, коротко, тезисно пробежим по самым таким интересным моментам, которые, ну, интересным, я думаю, из этого интервью. По факту ничего нового она такого прям сверхъестественного не рассказывала. Про два развода или ее отказ от сотрудничества с Фадеевым ничего так и не узнали. Она не стала говорить, почему отказалась. И ответы были такие, ну, как она так завуалирована, аккуратно. В общем, Полина Гагарина, несмотря на востребованность, пока что оказывается в долгах. Мечтает выплатить все свои кредиты за новый офис с крутой какой-то студией, которая вот там шикарная. Оказывается, Полина Гагарина в долгах. Представляете, неожиданно. Также она рассказала по поводу ботокса, что колола себе ботокс в лоб. Ее немножко там перекосило и так далее, тому подобное. Ну, ладно, не будем об этом. Дальше она не видит смысла предоставлять людям на публику, с кем у нее там роман происходит, пока типа не случится свадьба. Говорит, что не хочу, не буду и не стану этого делать. Поэтому не ждите от меня никаких заявлений по поводу того, с кем у нее там отношения. Хочет свою личную жизнь оставить приватной. Сотрудничество с Константином Меладзе распалось по требованию Веры Брежневой. В общем, если так коротко говорить, якобы Меладзе там под каблуком у Брежневой был, она была ревнивая, стерва и так далее. Поэтому, собственно, она перестала с ним сотрудничать. Тут особо ничего нового мы не узнали. Ни одной из артисток на сегодняшний день Гагарина так и не смогла назвать. Ну, ей по уровню, по крайней мере, скажем так. У Зиверт нравилась лишь первая песня. У Асти вроде бы все хорошо, но, как говорит, я против пропаганды алкоголя. Короче, никого она не видит в себе подобной. На вопрос, в чем феномен Ольги Бузовой, она, в общем, посмеялась, назвала ее такой дурочкой. И вообще предложила ей все-таки пойти в жанр стендапа, потому что у нее хорошо получается. А вот петь и танцевать ей не нужно этого делать, потому что это никуда не годится. Что же Ольга Бузова будет записывать ей в ответ на это? Ну и отец с Полиной Гагариной умер от алкоголизма, когда она была совсем еще ребенком, поэтому она не пьет. И вот уже целый год вообще не употребляет никакого алкоголя. Я не знаю, кто смотрел интервью, есть вам что добавить, пишите. Бывшая участница группы Тату Юлия Волкова усыновила щенка из приюта. Напомню, ей 39 лет. Легендарная группа Тату, которая по сегодняшним законам, конечно, запрещена, взяла на себе щенка из приюта. Таким образом, она призвала всех людей, если вы хотите завести себе котика, собачку, идите в приют, берите. И это правильно. Вот это я поддерживаю дело. Это хорошее. У меня спрашивали там, да, какая порода лучше, какой там еще, котик, собачка. Самый лучший кот или собака на сегодняшний день, это тот, который будет взят из приюта. И поверьте, он сам вас выберет, и вы будете счастливы и довольны. Сто процентов. Майкл Дуглас выступил против координаторов интимных сцен в кино. Как он считает, они мешают творчеству, рушат магию, а на экране в итоге получается совсем не то, что изначально задумывалось режиссерами. Майкл Дуглас знает, о чем говорит. Ему 79 лет. В его копилке, как вы знаете, эротические сцены по многих фильмах. Не будем их сейчас перечислять. Один из них — основной инстинкт. И он сравнивает постельную сцену с хореографией, намекает на тонкие моменты поиска подхода к партнерше. В свое время он справлялся с этим самостоятельно, и новая этика ему совершенно не нравится, ему не подходит это все. Интимные координаторы появились на съемочных площадках на волне движения Мету, чтобы избежать харассмента и возможных обвинений. Ну и, в общем, ни один Дуглас, кстати. Многие актеры выступают против таких помощников, например, Дженнифер Энистон. Она тоже считает, что они только мешают творчеству и никак не помогают расслабиться. Да, я понимаю их как актеров, почему они это говорят. Ну а с другой стороны, а как потом быть? А как потом доказывать, что там чего-то не было? Не знаю, вы же знаете, вот эта вот любимая фраза многих. А что это она вот спустя 10-20 лет вышла и решила об этом сказать? Почему тогда не сказала? А потому что тогда было другое время. Не было ни движения Мету, не было вот этого всего интернета настолько раскрученного. Да, вот этих блогеров, организаций и так далее. Все тогда молчали, потому что если ты только пикнешь, тебя задавят, тебя просто даже не заметят, как ты исчезла с этой земли. В прямом смысле слова. Поэтому и молчали. Поэтому и молчали. А сейчас, да, вот спустя время многие начинают говорить. А я считаю, что у таких преступлений не должно быть срока давности. То есть неважно, когда это произошло. 10-25 лет назад, 3 года. Понимаете, очень легко писать и говорить, почему молчала. Не доведи Господь никому оказаться, не дай Бог, в такой ситуации. Это может только почувствовать тот человек, который был там. А психика у всех своя. Кто-то может закрыться, кто-то может уйти, не знаю, там, в запой, кто-то еще куда-то. Разные ситуации происходят. Поэтому то, что люди начинают говорить, это хорошо. Но опять-таки есть вопросы и к движению Мету, потому что они тоже не совсем наладили свою правильную систему, потому что все иногда выходит за рамки адекватности, когда ты можешь уже побояться посмотреть даже на кого-то, тебя могут обвинить непонятно в чем. Без доказательств это тоже, знаете. Тут нужно просто найти баланс. А баланс во всем находить, это самая сложная и непростая задача. И зачастую не удается этого сделать, увы. Но говорить об этом нужно обязательно. И неважно, сколько лет пришло. Ксения Собчак, которая недавно сделала заявление о том, что она себя приняла и все такое прочее. Но при этом дальше продолжает 28 фильтров накладывать. В общем, люди смотрят там какие-то и выпуски, и не комментируют вообще по теме. Они больше задают вопросов, кто тебя красит, почему ты так выглядишь и так далее. Собчак, в общем, как обычно, не выдержала и ответила. Я уже сделала выводы, что мне надо красить верхнюю часть глаз. Ну, бывает. Но я и не позиционировала себя, как Анжелина Джоли. Что вы все ко мне прицепились? Выгляжу и сейчас еще ничего. Ксения, прицепились, потому что ты ко всем цепляешься, рассказываешь, кто как выглядит и так далее. Поэтому, ну и что? Лови ответ. Такое время. Хотя я не поддерживаю это. Владимир Познер и Иван Ургант отправились с гастролями в Европу. Их выступления пройдут в Амстердаме, Цюрихе, Берлине, Франкфурте, на Майне и так далее. За встречу с этим дуэтом, ну, где-то 50-200 долларов, ой, простите, евро, евро, в этом диапазоне, нужно будет выложить, и у вас будет прекрасная возможность в этом деле принять участие. Ну, и с Иваном Ургантом у меня все понятно, как бы его позиция ясна. А вот Владимир Познер при всем уважении к возрасту, да, какие-то вещи мне очень нравятся, умный человек, но тоже-то же есть много вопросов. Я думаю, что этот человек не очень порядочный тоже. Католический священник тут недавно ввел всех в шок. Он сделал серьезное заявление, что Христос, умирая на кресте, испытал эрекцию. Этому священнику 53 года, Томас МакХейл, я не знаю, что его заставило такие сделать заявления, но говорит, что процедура распятия на кресте вызывает отток крови внизу по телу, что в свою очередь служит причиной некоторых физиологических реакций. Один из потрясенных прихожан, который там был, присутствовал, рассказал в интервью, он заявил, что Иисус, в общем, вы поняли, да, и так далее. Я не буду комментировать. Я вообще не понимаю, что не о чем больше говорить. Это бред, если честно. Друзья, меня Каева из того самого легендарного сериала «Слово пацана» узнали в этом женском образе. Так вот, он тут снимался в каком-то клипе, но это просто роль его передели в женский образ, теперь его хейтят, отменить хотят. Съемочную группу обвинили в пропаганде нетрадиционных ценностей, а видео уже пропало со всех площадок. Вот такие вот времена. Что вы мне скажете по этому поводу? BMW показала концепт седана Vision D, который умеет менять цвет. Машина покрыта специальной пленкой. Каждый из них может менять цвет индивидуально. Всего в наличии 32 оттенка. И если вы хотите себе вот такую пленочку, интересно, чтобы ваша машинка менялась, прям как, знаете, дискотека, пожалуйста, попробуйте. У меня машины нет, поэтому мне это не нужно. Первый в мире водородную яхту продает Билл Гейтс за 646 миллионов долларов. Длина судна составляет почти 120 метров. На нем две спальни, тренажерный зал, кабинеты, библиотека, сауна, ну и много ванных комнат. Также на этой яхте есть место, где владелец может соорудить библиотеку. Проект 8021 плавает на зеленом водороде, который производится путем расщепления воды на водород и кислород с использованием возобновляемой электроэнергии. Этот газ должен храниться в криогенном режиме при минус 217 градусов Цельсия. В резервуарах, конечно же, с двойными стенами. Запасы энергии яхты позволяют целую неделю путешествовать по океану. Я думаю, что сейчас уже все побежали на моем канале как минимум становиться в очередь и покупать эту замечательную яхту. Всего-то 646 миллионов долларов. О чем речь вообще? Оказывается, Флинка должна была быть в жюри от Украины на Евровидении 2024. Национальный жюри, которые вот эти вот в двенадцатом один и сколько баллов распределяют. После обнародования голосования в приложении ДИЕ, где люди сами выбирали, кто же будет, пятое место получила певица Флинка. Но вместо нее в пятерке жюри оказался музыкальный обозреватель, основатель медиа Макс Нагорня. Почему так произошло? А все та же тема. Из-за того, что гендер, гендерная тема. Поняли, опять это гендерная тема, потому что она сама об этом сказала. Как объясняет Суспильно, по требованию Европейского Обещательного Союза произошла замена, поскольку представленная на рассмотрение пятерка кандидатов от Украины не отвечала гендерному балансу. Ну и как известно, сынка не попала и вот что она говорит. Не знаю, кто конкретно толковал гендерный баланс от Украины, но у нас получилось так. Гендерный баланс это отдать свою победу в пользу мужчины. И что вы мне по этому поводу скажете? Я, если честно, не совсем понимаю, почему так? Если люди так выбрали, это же люди голосовали, они так захотели. Нет, нужно вот так вот. Но это, мне это непонятно. На этом основные новости на сегодня все. У нас, как всегда, будет рубрика добра, а потом поболтаем. Перед тем, как перейдем к хорошему, доброму, прекрасному, как всегда, всем вам хочу напомнить, как же важно, чтобы вы поставили лайк сердечко в подобайку этому видео. Убедитесь, что вы подписаны на мой канал. Добро пожаловать всем тем, кто к нам недавно присоединился. Я надеюсь, что вам здесь будет интересно. Ну и, конечно же, лайк, лайк поставьте, ребят. Это тот минимум, которым вы можете меня поддержать. И вообще, помните, что в гости с пустыми руками не приходят, поэтому лайк это тот ваш презент для меня, от меня видео, с вас лайки, подписки, комментарии. Ну и, конечно, отдельная благодарность спонсорам этого канала за то, что вы есть. Я напоминаю, что если вы желаете, вы можете также оформить спонсорскую подписку, либо поддержать меня любым удобным для вас способом на PayPal, на карту, но это только добровольно. Никого ни к чему не принуждаю. Если вы хотите иметь такую возможность, я никого ни в коем случае не упрекаю, не осуждаю. Ну и, конечно, хочется сегодня сказать снова спасибо. У нас есть спонсоры новые, например, Мисс Умка. Огромное спасибо. Совсем недавно Ирина Рубин оформила уровень семья. Элис Норман оформила уровень семья. Это третий уровень. И большое вам спасибо. Ну и Анастасии, конечно. Еще отдельное спасибо Наталье Халиловой за донат, который она прислала во время стрима в воскресенье. Огромное всем спасибо за вашу поддержку. Я все равно буду о вас говорить. Я все равно буду напоминать об этом, потому что это нужно. Я сам решаю, что мне здесь делать, как бы там, кто бы не раздражался. И вы не должны раздражаться, ребята. У каждого своя работа. У меня своя, у вас своя. Поэтому не раздражайтесь, не завидуйте, а наоборот, порадуйтесь за тех людей, что они нашлись. Поэтому хорошими делами прославляться можно и нужно. И я буду в этом помогать людям, потому что они помогают мне и другим. Ну а прямо сейчас врываемся в рубрику добра. Только лайк поставьте. Поставили? Спасибо. Ну а теперь рубрика добра. Погнали. У нас тут недавно спасли коня. Он провел на крыше дома несколько дней из-за наводнения. За спасательной операцией наблюдало огромное количество людей, включая даже президента страны. Трансляция была в прямом эфире по телевидению. Сначала за конем хотели отправить вертолет, но в итоге ему дали снотворное и погрузили на додовную лодку. Но самое главное, что его спасли. И это восторг. Большое спасибо. Снова на спасение нерпят. В последнее время прямо это происходит очень часто. Меня это тревожит. Но слава богу, что люди активно включились, они следят за этим и вот этих всех малышей сразу-сразу забирают, чтобы они окрепли, чтобы с ними все было хорошо, потому что они все в ужасном каком-то состоянии. Я не понимаю, что происходит. Но спасибо людям за то, что следят за всем этим процессом и практически через день, а то или каждый день спасают вот таких малышей. Если вы вдруг давно мечтали научиться играть на гитаре, вот я для вас нашел самого лучшего преподавателя. Этот котик, дело в том, что обожает брать гитару. Точнее, как брать. Он любит, чтобы хозяин оставил так гитару. Он приходит и просто играет. Играет, подпевает, играет, подпевает. Пока еще все не очень так наточено. Но это всего лишь вопрос времени. Но видео просто восторг. Почти с самого рождения этого котенка воспитывал ящер, не поверите. Дело в том, что этого малыша нашли на улице. А у девушки жил дома ящер. Первого, кого он увидел, именно его. И они не понимали, как у них сложатся отношения. Но они сложились, ребят. Даже ящер с котенком нашли общий язык. Вместе не разлей вода. У них все прекрасно. И это великолепно. Берите с них пример. Ну и напоследок перед вами еще самая крупная в мире черепаха. Да, она огромная. Обитает данный вид черепах в водах Мирового океана. И нога их можно встретить даже в умеренных и северных широтах. Средняя длина этой черепахи 2 метра. А вес 600 килограммов и больше. И несмотря на вес на все свои размеры, она способна развивать в воде скорость до 35 километров в час. Данный вид черепах может погружаться на глубину в полторы тысячи метров. Вау. Это просто вау. На этой прекрасной трогательной ноте я заканчиваю сегодняшнюю рубрику добра, которая, надеюсь, вам понравилась. Ну а прямо сейчас у нас будет болталка. Не расходите. Сегодня, честно говоря, я не знал, что вам рассказывать. Я уже не хочу. Знаете, вот хочется, что хорошее вам рассказать, а пока что не могу. У меня пока такая, знаете, прострация, и как будто меня с ног сбили. Ну слава богу, что есть какие-то еще истории, которые я не рассказал. И вот одна из зрительниц очень хотела, переживала, что я не расскажу историю, потому что она хотела тут даже не сколько истории поделиться, а чтобы вы ей дали ответ на один важный вопрос. Давайте я вам расскажу, что же там произошло. Итак, рассказываю. Однажды я пошла в кинотеатр отна. Вышел очередной фильм Вуди Аллана. Вошла в зал. Села на свое место. Через три минуты к моему месту подходит пара, девушка с парнем. И он мне заявляет, что я сижу на одном из мест, которые они себе купили. Я сказала, что не может такого быть, и стала искать в сумке билет, который я бросила в самую глубину. В сумке после того, как меня пропустила в зал сотрудница кинотеатра. Пока я искала билет, этот молодой человек, в прямом смысле слова, стал на меня орать, чтобы я немедленно убиралась отсюда, так как его девушке нужно срочно сесть. Мне в руку попался наконец билет, но он оказался в сеансе другого фильма, который я смотрела там же, но на день раньше. В зале было довольно темно, и я молча вышла из зала в коридор, чтобы точно найти мой билет, по которому меня пропустили в зал. Я не хотела вообще слушать эти ругательства этого парня в мой адрес. Наконец-то мой билет на нужный сеанс нашелся. Я показала его еще раз сотруднице, и она пошла со мной до моего законного места. Та пара направилась к выходу. Парень еще кинул пару фраз, что они ошиблись и купили билет на эти места, но на завтрашний день. И получается вот такой вот косяк сотрудницы кинотеатра, что их вообще пропустили. Кстати, за свои оскорбления в мой адрес этот человек так и не извинился ни разу. Фильм, правда, был отличный и рациональный человек называется, но неприятный осадок от этой истории остался. Я потом вспомнила фразу «Хороший муж никогда не дает в обиду свою жену, он обижает ее сам». И вот вопрос «Как вы думаете, если этот человек так ведет себя с посторонней девушкой, то как он будет вести себя со своей женой или девушкой?» Вот такой вопрос задала одна из зрительниц нашего прекрасного канала. «Я хочу у вас спросить, ответьте вы». Конечно, я думаю, что тут думать лично мне нечего. Естественно, он будет относиться еще хуже, потому что на посторонней можно наорать, а на свою не только. Но вы поняли, о чем речь, не хочу даже это все произносить. Это ужасно, да, конечно, безусловно, здесь, в этой истории, в первую очередь, это ошибка того, кто стоял на входе. Они не досмотрели. И, конечно же, парень, который перепутал дни. Ну, бывает такое, я тоже заторможенный бываю. Но вот то, что он не извинился, и то, что он, в принципе, позволил себе орать, я не понимаю. Если там был полный зал, окей, ну, понятное дело, что люди пытаются. Но в любом случае, нужно всегда спокойно, дипломатично, нормально выяснить и объяснить. Когда кто-то пытается кого-то унижать, еще и в присутствии других, у меня еще вопрос к этой девушке, которая с ним пришла. почему она, как девушка, позволяла унижать другую в присутствии ее. Значит, это говорит о том, что она тоже находится в такой же среде, и для нее это, видимо, норма. Но так не должно быть. В общем, ребят, пишите ваши комментарии по поводу этой всей истории. Всех, у кого сегодня день рождения именины, я поздравляю с вашим днем и желаю вам всего самого наилучшего. Крепкого здоровья вам и вашим близким. Счастья безграничного. Много, много, много. Успехов во всем. Хороших друзей, классных вокруг, чтобы у вас всегда были такие люди. Мечтайте побольше, и пусть все ваши мечты обязательно сбываются. Самая чистая, искренняя, и настоящая вам любви. И всем нам с вами мирного неба над головой. Остаемся людьми, не забывайте это. До завтра. Пока-пока.